здравствуйте дорогие друзья образ квадратной шапочки настолько узнаваем что для многих стал символом знания преподавания и научной деятельности однако ни для кого не секрет что любой наряд несет в себе не только практический но и ритуальный смысл детали одежды особенно если это форменная одежда сообщают о роде деятельности носящего ее человека его статусе социальном положении происхождение наконец начну с небольшого предисловия не так давно в сентябре 2022 года в родительском комитете на обсуждение подняли вопрос о покупке так называемых балонских академических шапочек для предстоящего выпускного но мое возражение что у нас и национальных головных уборов предостаточно и мы не должны гоняться за западной модой мне было сказано что эта традиция лицея и дети сами выбрали эти шапочки естественно выбрали детям уже никто никогда не объяснял их смысл потому что даже школьные учителя порой не в курсе того откуда пошли эти шапочки какой смысл они несут и почему они имеют именно такую форму дети просто выбрали то что распиарено как говорится погнались за модой поэтому хочу сегодня заполнить этот пробел хотя бы ради того чтобы у людей была настоящая свобода выбора а не навязанная итак начнем с истории появления этой самой квадратной шапочки к нам в россию мантия и квадратная шапочка в качестве одежды учащегося пришла совсем недавно после принятия болонской системы в 2003 году тут не лишь не будет заметить что россия решила отказаться от болонской системы образования сначала как обычно кратко официальная историческая справка образование средние века было прерогативой церкви и те кто достиг в изучении наук определенных высот облачались в одежду похожую на одежду монаха мантию и головной убор беретта католический головной убор считается прародителем академической шапочки основным отличием ученика от священнослужителя был цвет священники носили красный наряд а деятели науки искусства черный прослеживается влияние мусульманских традиций где среди выпускников церковных школ медресе также был принят квадратный головной убор сама форма носила определенную функцию шапочка была идеальной подставкой под коран особое значение имеет кисточка лирип с помощью которой можно определить род деятельности успеваемость отличить студента от выпускника и даже узнать год выпуска по традиции когда студент переходил на выпускной курс он перекидывает лирип справа налево отличником дозволяется носить кисточки длиннее чем у других студентов академическая шапочка вместе с мантией когда-то обозначали что человек посвятил свою жизнь науки искусству их надлежало носить постоянно чтобы не забывать о своем предназначении сейчас эта форма все чаще становится лишь частью красивого ритуального выпускного вечера конец краткой официальной исторической справки выпускники школ и студенты наверняка даже не задумывались почему дресс-код на выпускной церемонии состоит именно из мантии и квадратной шапки для кого-то это просто комплект одежды на один раз а для кого-то особенный наряд приуроченный к целому обряду посвящения в науку история академической шапочки и выпускной мантии уходит вглубь веков официальной хронологии так почему же на выпускной надевают именно шапочку и мантию академические регалии появились в двенадцатом и тринадцатых веках вместе с первыми университетами то есть во время так называемого монголо-татарского иго и золотой орды обычно в то время студенты и преподаватели носили церковное деяние так как церковь пользовалась большим влиянием многие профессора были священниками монахами или клириками и их студенты также обучались для получения духовного сана также по мнению официальных историков они носили длинные мантии с капюшонами чтобы не замерзнуть в неотапливаемых университетских зданиях также официально считается что символизм капюшона восходит культуре кельтских народов и жрецов друидов считавшим его знаком высшего разума и превосходства концепция академической формы появилась благодаря средневековым университетом но первыми признанными учебными заведениями регламентировавшими выпускные наряды с квадратной доской на голове стали оксфорд и кембридж с 1321 года студенты данных университетов были обязаны надевать квадратные шапки и мантии на все церемонии как символ преодоления трудностей демонстрируя единство и решимость дойти до конца обучения выпускной головной убор подвергался изменениям на протяжении многих веков самый распространенный вариант это академическая шапка с плоским квадратным верхом считается что эта шапочка появилась в 15 веке и является видоизмененной версии беретты от итальянского слова брата головного убора католических священников ученых и профессоров возгновение беретты в свою очередь датируется 1311 годом почему именно квадрат название квадратной горизонтальной верхушки академической шапочки по английски студенческие шапочки зовутся мортер буард пошло от названия растворной доски используемой для приготовления строительных смесей которая так и называется мортер буард именно поэтому символизм студенческой шапочки связан с делом квалифицированных рабочих а если точнее вольных каменщиков и тут дело не только лишь в символизме строители прошлого на самом деле обладали большим мастерством прежде чем ученик становился мастером с большой буквы покладки кирпича то есть каменщиком ему нужно было много учиться и при этом быть подсобным рабочим для мастера на стройке то есть ученик подавал мастеру кирпичи и раствор для кладки при этом когда стена достигал определенной высоты и мастер становился на помост то ученик стоя на прежнем уровне держал раствор на голове на специальной шапке квадратной формы почему именно на голове да все просто чтобы руки были свободны и ученик мог подавать мастеру кирпичи собственно плач был нужен чтобы мастер черпая раствор с подставки на голове ученика не заляпал его это было очень давно с тех пор много воды утекло но традиция осталась у вольных каменщиков масонов существует несколько уровней посвящения но вот прежде чем вступить на самый нижний уровень кандидат еще масоном не являющийся находится на положении раба он должен все вытерпеть все преодолеть прежде чем стать масоном претендент должен определенное время держать на голове растворную смесь или в наше время мокрый песок символизируя работу артели вольных каменщиков если на заре истории это было сделано из чисто прагматических целей то сейчас осталась только ритуальная форма карга культ по представлению масонов все люди в мире это низший сорт и только 144 тысячи избранных достойно стать масонами обрести хорошую жизнь до смерти и спасение после нее именно поэтому надевание квадратной шапки символизирует раба ибо это официальная идеология масонства распространившаяся на западе как веяние моды эта идеология пришла в россию с одной единственной целью искоренить наши культурные традиции и историю при этом я вовсе не призываю надевать кокошник или стрелецкую шапку на выпускной хотя не вижу этому никаких препятствий но почему в наших учебных заведениях нельзя использовать например картуз в качестве головного убора для мальчиков или отчелье для девочек с головными уборами для девочек вообще выбор широченный если кокошник кому-то кажется слишком есть женские головные уборы менее габаритный кичка у брус повойник отчелье наконец каждый институт или школа могут сделать свой уникальный головной убор как по фасону так по расцветке так почему мы должны слепо копировать чуждую нам западную моду объяснение о том что дети якобы выбрали сами эти головные уборы в данном случае не является оправданием ибо дети не знают истории квадратной шапки и ее глубинного символизма расскажите детю правдам о том что баллонская шапочка символизирует раба захотят ли они надеть ее после этого а какой родитель наденет на своего ребенка символ рабства и подчинение чуждой идеологии ну например тюремную робу а ведь это то же самое именно поэтому мы не просто возражаем против этих квадратных шапок мы категорически против их использования под любым предлогом где бы то ни было на территории россии друзья донесите эту информацию до своих друзей и знакомых особенно если у них есть дети выпускного возраста только вместе мы можем сопротивляться гнилому влиянию запада благодарю за то что досмотрели до конца не расходимся нам еще есть что сказать всего вам доброго до скорых встреч